Чуть более двух месяцев остается до главного праздника нашей страны – Дня Победы. В преддверии памятной даты в школах района проходят уроки мужества и встречи с ветеранами боевых действий. Ребята посещают музеи и военные экспозиции, готовят тематические мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одно из таких мероприятий прошло в детской школе искусств. Синенький платочек, «Катюша», «Дороги», «Темная ночь» – за время войны были написаны десятки песен, которые стали символом Победы. Ведь песня тогда во многом поддерживала бойцов, помогала выжить, воодушевляла. Учащиеся детской школой искусств подготовили небольшой концерт, на котором исполнили мелодии военных лет. Музыкальный урок мужества продолжился встречей с сотрудниками Славянского историко-краеведческого музея, которые подготовили для ребят небольшую выставку. Обратите внимание, вот здесь мы видим с вами предметы личного пользования советских солдат в военный период. Вот здесь небольшая такая фотография, видно советский боец, и за спиной у него вещмешок. И в этом вещмешке могли находиться самые необходимые вещи. Здесь могла быть упакована и плащ-палатка. Ребятам рассказали об истории Великой Отечественной войны, об оккупации и освобождении Кубани и Славянского района от немецко-фашистских захватчиков, о героях-славянцах, ставшими героями Советского Союза. В данном случае мы видим с вами копию почетной грамоты героя Советского Союза с экрана Евгения Андреевича, выпускника первой школы. Вы знаете, что первая школа наша школа особенная. Из выпускников этой школы семь человек были удостойны звания героя Советского Союза. Ребята, в нашей стране несколько всего школ во всей России, которые носят имя группы героев Советского Союза. Наша школа первая одна из таких. В нашем районе защищать родину отправилось более 22 тысяч славянцев. Каждый второй не вернулся с войны. 18 жителей стали героями Советского Союза, 7 полными кавалерами орденов славы. Мы должны с вами всегда помнить и понимать, что как бы ни было далеко от нас война, мы должны с вами осознавать, что в мире мы с вами живем сегодня именно потому, что 75 лет назад наши соотечественники, люди разных возрастов, и взрослые, и дети, и молодые, и старые, выдержали и вынесли это испытание. Кто-то ценой своего здоровья, кто-то ценой своей судьбы, а миллионы и миллионы ценой своей жизни. И самое малое, чем мы можем с вами их за это отблагодарить, что они с этим испытанием справились и в этой войне победили. Это наша память об этом событии. Это наше знание о том, что эта война была. Это наша гордость за то, что в этой войне мы победили. За победу была заплачена очень высокая цена – 27 миллионов жизней. Знать и помнить об этом должен каждый житель нашей страны, особенно дети, ведь им продолжать жить и хранить память. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».